порой из добрых побуждений мы совершаем ужасные поступки поэтому у меня сегодня вновь ключи от hyundai в руках а для вас очередной корейский автомобиль между прочим первый полноценный внедорожник от компании hyundai санта клаус шутка санта-фе во-первых тут сразу надо прояснить две вещи я знаю что не санта-фе а санта-фе и не багажника багажник просто но мне нравится прикольно во вторых сложилось впечатление что я недолюбливаю корейские автомобили при том что у меня у самого такое впечатление сложилось и чтобы разобраться в этом потому что объективно тачки то вполне себе ничего я решил копнуть немножко истории они сейчас вам и расскажу дело в чем в том что самый первый автомобиль появился в 1885 году правильно что сделал карл бенц карл бенц называется этот автомобиль соответственно mercedes-benz да в честь своей дочери моему кого назвал а первое вообще самоходное отредство знаешь какое изобрел барон фонд рейс нас как называется дрезина фонд рейс тоже карл кстати говоря вот первая toyota даже не toyota первый японский автомобиль появился в 1905 году а в корее в это время вообще автомобилей не было первая машина которая там в принципе появилась 1900 по моему 3 это был год это появился rolls-royce который владел один из королей вот до этого времени до 40 до 45 года по моему пока корея не освободилась от короче говоря пока она не перестала быть японской колонией автомобилей там вообще было очень очень мало можно было по пальцам сосчитать и они считались роскошью в итоге 62 по 73 года в корее собирались автомобили из импортных комплектующих да хватит там свистеть елки-палки невозможно же рассказывать при том что к 73 году ввели новое правило что все автомобили которые собираются на территории кореи должны быть на 91 процент состоять из корейских запчастей то есть тем самым увеличивая качество набирали новых инженеров до заимствовали их у соседних содружественных предприятий и в семьдесят четвертом году начался второй этап его взяли 4 компании это было киа это был хендай азия motors которая впоследствии вписалась потом в киа по моему и компания до вот эти четыре компании получили активную поддержку от государства туда вкидывались деньги выделялись средства освобождались там от налогов и так далее в этот период они начали уже выпускать свои автомобили именно сборки полностью корейской из корейских запчастей первое время это были копии лицензированные или не лицензированные копии таких мировых автомобилей да как ford или fiat точно то же самое что делали наши жигули 83 году республика корея начала экспорт автомобилей естественно основной целью был американский рынок потому что все хотели туда попасть там самые богатые клиенты туда можно продавать вообще практически все и если твоя машина выпускается для рынка америки то все популярность тебе обеспечено и лишь в девяносто восьмом году корейские автомобили начали выпускаться в остальных развивающихся странах мира и только тогда о них услышали практически уже все вот именно с начала двухтысячных годов вот эти машины уже начали завоевывать сердца всех автолюбителей по всему свету вот такая коротенькая история о становлении таких брендов как hyundai kia deo саньонг ну это наверное да все то у нас остался кстати говоря в то время когда корейцы делали копии европейских моделей появился hyundai ford картина аналог нашего москвича и появился kia fiat 124 аналог нашей жиги копейки очень интересных сзади говоря факт внешне тачки практически не отличить друг от друга короче это я все к чему к тому что бренд очень молодой и очень большими шагами он идет к тому чтобы становиться нормальными тачками и вот смотрите к чему это все привело перед нами автомобиль 2018 года это четвертое поколение полноразмерного первого из полноценных кроссоверов от hyundai hyundai santa fe друзья встречайте наконец красавца так вот друзья наконец-то мы можем объяснить что вот это такое позади меня hyundai santa fe первый полноразмерный полноценный внедорожник от hyundai потому что до этого он hyundai выкупала короче говоря выпускала поджерик под названием hyundai galopper вот поэтому если говорить о самостоятельном первом внедорожнике то santa fe по праву заслуживает это место в 2000 чином в 2000 году вышло первое поколение santa fe естественно направлена она была на американский рынок точно так же как и палисад о котором я рассказывал вам в прошлом обзоре дело в чем дело в том что там очень любят большие кроссоверы длинно жопенькие такие машинки как я люблю говорить есть 7 местные версии есть 5 местные да те кто любит прям очень очень длинно выбирают палисад но вот этих красавцев там очень сильно хвалят очень сильно любят до сих пор само название santa fe это один из районов в нью-мексико да в америке что опять же подтверждает нам то что машина выпускалась изначально и была направлена на целевую аудиторию американского рынка точно так же как и полисад перейдем наконец к обзору скажите задолбал ты болтать уже со своими санта фе санта фе внешка друзья как всегда начнем с внешки ну во первых хочется сказать что относительно всех прошлых поколений эта тачка выглядит реально суперски у нас дорест четвертого поколения машина 2018 года вместе внешкой еще немножко поменялась я даже сказал что мне дорест нравится больше по факту относительно всех поколений этот автомобиль получил концептуально новую внешность а он стал более агрессивным там же стал очень агрессивным дерзким ну городским кроссовером потому что многие очень предпочитают этот автомобиль на переднем приводе вот то что те качества которыми должен обладать полноценный внедорожник они здесь немножко вторичный все-таки большинство этот автомобиль выбирают за внешку очень интересно у нас выполнена передняя оптика основные фары до головного освещения у нас в нижней части здесь у нас ходовые огни габаритки выглядит очень стилево на практике есть замечание потому что головная фара у нас находится слишком низко это классно по свету но в наших российских реалиях и не практично из-за того что быстро забрызгивается вот но целом это можно назвать придирками потому что внешка его конечно перекрывает все и в оправдание всех корейских автомобилей да сейчас буду превозмогать себя и пытаться оправдать для себя эти тачки потому что реально они крутые мое немножко предвзятое к ним отношения абсолютно неоправданно вот внешка у них божественно дастся фору многим японцам у нас огромная решетка радиатора да как сейчас принято у всех современных концернов очень хочется отдать должное тому что перестали они этот хром корейцы когда на прошлых наверно трех поколениях тулить повсюду сейчас этого нету огромный значок хендай визитная карточка под которым аккуратно спряталась камера кругового обзора немножко такая выделяющаяся линия нижняя бампера матовая что добавляет практичности тоже говорят что почему не сделали бампер весь глянцевым да это же не практично там же сколы вся остальная ерунда санта фея санта фея нервеер их коня друзья в профиль это можно сказать стандартный полноразмерный кроссовер аналог того же самого харька кстати стоит отметить что в качестве образца для первого поколения санта фея служил как раз таки lexus rx 300 до который в то время был аналогом харьера полноценным вот у нас 19 колеса стилевенькие японские точно так же все как и toyota делает аккуратные повторители на ушах все четенько без каких-то вычурных элементов да вот эти поролонки как у всех автомобилей привезенных из южной кореи классика очень здесь удобно сделано подножка до сплошная идет с передней до задней двери на которую кстати говоря можно наступать она крепкая но нафига не понятно потому что клиренсу автомобиля 195 миллиметров не такое уж то и большое при том что машина довольно таки длинная вот но опять же вспоминаем что это городской кроссовер и в лес на нем уже давным-давно никто не ездит пойдем посмотрим сзади друзья чё хочешь сказать про заднюю часть ничего выглядит четко сильно хвалить я не буду потому что довольно обычно но учитывая то что прошлые поколения мне вообще не нравится что автомобиль был ну никакой просто вот вот просто автомобиль да как взять допустим там nissan qashqai например ничего такого это просто вот просто стандартная тачка она выглядела даже американцами писали что она внешне ну прям вот никакая последнее поколение этой тачки реально красивая я считаю что это очень большой шаг внешность схожи да с новой маздой можно сравнить ее даже с бэхой семеркой x7 я имею ввиду естественно да бэхи да вообще-то не так уж то и далеко я думаю что если они будут развиваться такими же темпами как развивается сейчас то скоро эту бэху догонит и перегонят а еще страшнее всего что два раза быстрее темпы развития у китайцев и друзья чтобы через десять лет пока что слава богу шляпа но через 10 лет я думаю китайцы научатся делать качественные машины и будут шокировать нас во-первых идеальным сопоставлением низкой цены а во-вторых еще и не дай бог у них качество будет высокая шучу дай бог конечно китайцы мало распаковка друзья d4 hb называется мотор это рядный четырехцилиндровый дизель объемом 2 и 2 литра мощностью 202 лошадиные силы выдающие 441 ньютона метр точно такой же мотор как мы с вами рассматривали в фольксваген опять хочешь сказать фольксваген полисейд в hyundai полисейд друзья вот эти моторы они базовые они ценятся они не ломаются тачки с ними выпускаются на переднем либо полном приводе вопросов к этим дизелям нету при том что есть бензиновая версия двухлитровая на 235 лошадиных сил есть еще один дизель двушка на 186 лошадей также на переднем либо на полном приводе но все абсолютно поголовно хотят дизеля из-за чего из-за того что бензиновый автомобиль потребляет топливо намного больше чем дизельный если верить тому что удалось узнать то бензиновый автомобиль расходует порядка 17 литров на 100 километров то время как дизельный порядка 7 сам лично не проверял это сложно но скажу так что если хвалят дизеля надо брать дизеля корейским мотором слава богу претензий давным-давно нету еще в этом блоке хочется подчеркнуть факт того что обслуживать этот автомобиль очень дешево то есть все комплектующие все расходники на эту машину в принципе недорогие относительно европейцев относительно новых японцев ну может быть плюс-минус да здесь практически если говорить дальний восток одни и те же компании аналоги делают на корейские машины что и на японский но я не сказал про трансмиссию восьмиступенчатая автоматическая коробка стоит до старый добрый гидротрансформаторный автомат с которым я так понимаю проблем тоже нету и все староверы кто еще недолюбливает вариаторы кто боится роботов и так далее корейцы эти молодцы да не заморачиваются вот этими новыми технологиями жарят тачки на автомате и как и мазда поэтому своя такая небольшая целевая аудитория староверов у них всегда останется полный привод у нас здесь электронной муфтой которая со своими блоком управления до системы распределения крутящего момента по асям зависимости от дорожного покрытия зависимости от скорости движения до того с каким моментом крутится колеса в общем машина думает за вас здесь если рассматриваете его все-таки в версии на полном приводе уверяю эта система здесь тоже проблем не доставит так что теоретически брать можно пойдем глянем салон салон друзья существует 5 комплектации этого автомобиля у нас комплектация так называемая inspiration это очень жирненькая вот поэтому у нас есть все из того что может быть в этом автомобиле кроме панорамной крыши почему нет панорамной крыши я ее хотел но не получил вот зато у нас есть подогрев сидений подогрев руля обдув сидений электропривод пив 14 положениях водительского 8 положениях соответственно пассажирского аудиосистема крил 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 модная короче музыка играет нормально вот у нас удобное устройство ничего лишнего в принципе как и в полисейде если смотрели обзор полисейд полисейд вот за что можно похвалить эту тачку за то что по опциям она абсолютно не обделяет вас ничем довольно таки удобный мультирулю удобный классный селектор электро ручник розетки usb зарядки для всех практически пассажиров все свое по эргономике вопросов нету внешне салон выглядит ну я бы сказал здесь намного поинтереснее чем в полисейде да где он мне показался слишком простоватым в экстреле посимпатичнее чем в полисейде но та тачка берет внешностью конечно как и в принципе это вот когда речь доходит до материалов то уже начинаешь вспоминать то о чем я говорил раньше это концерн все-таки не премиальный все равно им ну да тойоты до европейцев так тем более ну еще расти но друзья я уверен что дорастут и догонят у нас вот эта часть мягкая здесь довольно таки приятная кстати говоря на ощупь торпе да здесь начинается рено логан вот тот самый он у нас повсюду он нас преследует и он но я думаю зимой будет вам о себе напоминать постоянно скажите придираюсь ну посмотрите на вот эту алькантару которая выглядит как полотенце которую бабушки на даче дежурная висит уже все зашкрабилось да возможно потому что его жесткой щеткой потерли но ты вон у серёги в лексусе по 3 алькантару это предложение ничего такого не будет я вот о чем хотел сказать поэтому по качествам все равно уступает хотя кожа прикольная толстая да опять же цена цена подкупает всех и опять же на первом месте если мы начнем со стороны с точки зрения стоимости до оценивать автомобили то мы просто уйдем к китайцам и все это утопе у нас здесь еще аналоговая приборка обычно со стрелочками посередине маленький дисплейчик здесь у нас бортовое устройство до медиа навигация вся ерунда которую можно абсолютно легко и легально перепрошить на русский язык на андроиде работает кстати очень четко единственное что меня смешает это качество изображения с камер у нас круговой обзор полностью очень классно кстати говоря работает да можно включать различные режимчики здесь выбирать каждую камеру по отдельности или все вместе но когда мы снимали mazda cx60 я сел и прям залип в изображение с камерой как full hd показывает просто как дома реально телевизор смотришь так зад зад салона друзья сидеть кайфово сидушки все те же мягкие подогрев есть или нет как проверить подогрев есть включается в одессе в боковушках двухуровневый нету только у нас обдува потому что обдув задним пассажирам не нужен считается в принципе во всем мире практически не за у кого есть обдув задних сидений здесь у нас от от корейской девочки резинка по месту здесь ему просто завались если вот эту штуку сложить три взлорослых человека могут сидеть спокойно не мешать друг другу что да могут два вообще по кайфу три могут спокойно сидеть и не мешать да ладно два взрослых мужика и 1 кисуля сегодня у нас пятиместка ну и в целом я скажу что для основных целевых клиентов да это как правило люди семейные которые берут автомобиль для езды по городу для езды на дачу легкой какой-то там природы без сурового внедорожья это прям идеальная вариация потому что рассматривать эту машину в качестве минивэна смысла большого я не вижу есть куча аналогичных минивэнов и даже тот самый самоназванный киа карнивал который считается кроссовер минивэн выпускающийся только на переднем приводе что за дерьмо погнали в багажник и мобильный шин открываем багажник уго вот это ходы дали как резко распахивается у японца такой как крышка в этом солярии здесь очень довольно такие резвенько еще и захлопывается наверно что посмотрим как мерседесе вот багажник большой аккуратный размер его честно говоря но даже немножко удивил меня я не думаю что так что так много вот сабвуфер встроенный вижу вижу две кнопочки для того чтобы сложить у нас спинки сидений сидушки складываются нас в ровный абсолютно пол надуваете матрас и место просто завались гонять на такой тачке на море на природу надувать матрас если у вас еще панорама сверху лежишь с девчонкой смотришь на звезды кайф 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 ну или с пацаном нам расставляете приоритеты здесь у нас фальшпол запаска отсутствует у нас ремкомплект и компрессор родная отверточка вот она эта херня метчик она хером не метчик я подозреваю что вот как-то это фиговина используется для того да чтобы выкрутить эту чертову шпильку которая в с обратной стороны здесь вкручивается по ходу короче очень странный способ крепления номеров в корее на самом деле мы заметили что один болт у них сверху обычный как у всех а второй болт это гайка гайка при том что под ней шпилька которая свободно крутится до того как упирается вот таким образом поэтому выкручивается на вовнутрь и чтобы вот эту штуку удалить вкрутить обычные наши стандартные болты да это надо снять заднюю панель естественно мы этим не заморачиваемся поэтому задняя часть автомобиля у нас без сфера карточка ру вот я вам и открылся тайна езда друзья что хочется сказать во первых вот та фигня которую я говорил и буду говорить что мотор дизельный здесь все таки слышно слышно что это дизель но не прямо да как в карнивале где-то прям дарю да 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 как 400 м40 он старый тарахтел до или 4d 56 старый добрый козет что происходит с дорогой вот здесь во первых система старт-стоп на дизеле как-то немножко удивлять постоянно да но в легкие такое недоумение вгоняет вот во вторых все равно вибрацию ты чувствуешь дизельного мотора хотя можно наговорить музычку погромче то немножко абстрагироваться от этого и забыть но скажу что ощущение у меня от этого автомобиля в разы получше чем у карнивала и в разы еще даже получше чем у полисей да хотя полисея считается более премиальной тачкой чем санта фея вот и разбираетесь да мне тоже режет уши санта фея я буду говорить мне нравится резать уши в целом сидеть очень комфортно на рулежку машин откликается идеально в это класс надо об этом говорить стоя на месте были за каким-то самосвалом что касается динамики вот эти все 202 лошадиные силы здесь ощущается динамика у машины отличная сопоставима ли с маздовскими 2 и 2 дизель до сопоставима вот на карнивале мне этого не хватало здесь прям запасом то есть едет машина реально отлично при том что уверен на переднем приводе она будет рулиться также стрёмненько как рулился у нас передний приводный палисад на полном приводе я вот это и рыска не до в поворотах не ощущаю машина классно отрабатывать у меня все повороты каких-то больших кренов я не вижу хотя вот я не собирался абсолютно хвалить сегодня этот автомобиль но в целом по ощущениям довольно комфортная нормальная машина какая-то вот нотка премиальность у этой машины все равно просачивается и что-то схожее с европейским топами концернами у этой машины присутствует пока где-то далеко-далеко в глубине души но что то есть и когда вот эта нотка прослеживается я реально искренне радуюсь что за два с половиной миллиона рублей даже даже за 2 можно выхватить автомобиль на левом руле мне абсолютно плевать на самом деле на руль но учитывая общественное мнение это прям неплохой выход для многих кто не может позволить себе до купить там бмв и вот категорически не хочет ездить на правом руле ну почему нет почему нет давайте рассматривать hyundai цены друзья вот этот красавчик с пробегом 60000 в самой жирной комплектации идеаличном состоянии тачка проверено осмотрена вообще не до идти копаешься до нее обошлась во владивостоке чуть меньше двух миллионов 800 тысяч рублей повторюсь это 2 и 2 дизель полный привод самый старт на санта-фехи санта-фехи если вам так угодно до двух миллионов я вчера искала на рынке машина с пробегом что-то около 160 тысяч километров один миллион девятьсот шестьдесят тысяч рублей в круг зашла бы во владивосток по сегодняшним курсом это я считаю довольно таки неплохой аргумент на это правда была двушка дизель и передний привод но для тех кто выбирает этот автомобиль для города кто не планирует выезжать там довольно дороже и если у вас не идет снег в краснодаре например у меня просто клиент есть с питера на такой автомобиль вполне классно даст краснодаре например просто есть клиент с питера ну в общем он тоже обосновал тем что у них хорошая дорога хорошая погода снега много не бывает и передний привод его вполне устроит до 2 миллионов рублей можно взять себе вот эту машину в нормальном состоянии ну и по низу рынка естественно на дальше больше хотите полный привод добавляйте хотите меньше пробега добавляйте я думаю что среднячком можно обозначить два с половиной миллиона в два с половиной миллиона можно привести на правом руле toyota harrier а у вас будет гибридная платформа у вас будет минимальный расход у вас будет хорошее качество отделки салона до внешку здесь обсуждать бессмысленно потому что это дело очень сильно субъективное но те для кого правый руль все таки неприемлем есть еще такие ребята кто не доверяет правому рулю кто боится его и либо просто ни разу не ездил пожалуйста есть очень неплохие варианты из кореи можно рассмотреть вот таких красоток можно добавить немножко денег и примерно там от 2 800 уже рассматривать 2 700 можно рассматривать полисейт чуть-чуть удлиненная версия того же самого можно сказать да кто не смотрел еще посмотреть обзор на нашем канале если все-таки руль не принципиален помимо harrier а я бы вам предложил еще рассмотреть mazda cx-5 cx-8 по бюджету вы можете сэкономить до 2 миллионов опять же все зависимости от того нужен ли вам полный привод с каким мотором хотите взять в общем друзья помните что в японии в корее а теперь еще в америке арабских эмиратах есть выбор для каждого и возможно где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля